Да, все-таки годы работы в Мегафоне дают знать о себе. Я 13 лет проработала в Мегафоне. Не все время была HR-директором, последние 5 лет, но Мегафон для меня, безусловно, родная среда. Мы вот с Ольгой Филатовой как раз были в одной группе компаний, поэтому нас объединяет не только одинаковые имена и фамилии, а еще и бэкграунд. Чуть больше года я работаю в Сколково, и сегодня мне хотелось бы несколько слов вам рассказать про… На самом деле у меня будет еще отдельное выступление про программу нашу, которую мы запускаем в феврале, но Сколково этой темой озадачилось где-то примерно год назад, когда мы создали центр цифровой трансформации внутри школы и начали разбираться с этим вопросом, потому что на самом деле Николай мой фактически вопрос задал Евгению. Я как раз хотела спросить, есть ли такая позиция в РЖД, потому что это вопрос такой, знаете, он дискуссионный. На самом деле вот на слайде вы видите контекст, и один из тех вопросов, которые есть, это нужна ли реально такая позиция, или она может быть действительно распределенной. Потому что отлично, когда это есть в повестке у CEO, вопрос, хватает ли его ресурсов, временных, энергии и так далее, чтобы всю эту тему драйвить внутри организации. Потому что реально бывают ситуации, когда диджитал-повестка и повестка трансформации, она действительно на вот этом C-левеле, как мы называем, да, C-сьют еще называют, в разных позициях на уровне CEO, CEO-1, эта повестка присутствует. Но это вопрос такой, правда, очень… ну как бы здесь нет однозначного ответа, причем нет однозначного ответа не только у нас в России, да, но и, собственно говоря, в мире, потому что это одна из таких как раз новых профессий, которая активно…